Дамы и господа, доброго времени суток! Наконец-то это свершилось, мы этого дождались, выходит новое обновление в Red Dead Online Blood Money. Мы сегодня поговорим с вами об этом обновлении, какие уже есть слухи, интриги, утечки и так далее, также обсудим, разберем трейлер и я с вами поделюсь своими мыслями. Что ж, не будем затягивать, у микрофона Готика, Сократ, конечно же, погнали! Я на подскоке, песик, обкашляем вопросик. Первым делом, ребята, давайте знайте, что сделаем. Конечно же, спасибо нашим спонсорам Алексея Котов, Анастасия Морс, Готик Харт, Предатор, а также другие спонсоры, которые поддерживают наш канал, их вы видите на экране. Ну и начнем мы с того, что просто прочитаю официальную новость, ставлю свои комментарии и расскажу, что люди на 4chan, на GTAForum думают по этому поводу. Первым делом, конечно же, хотелось бы сказать отдельное спасибо, кто голосовал у нас на YouTube-канале по поводу того, когда выйдет обновление, июнь, июль, август, ну или, возможно, даже сентябрь. И я поздравляю всех тех, кто предсказал, и мы великие Нострадамусы, мы угадали, когда будет обновление, но на самом деле все к этому и шло. Я говорил о том, что перед встречей с инвесторами им надо будет отчитаться, им надо будет что-то придумать, они запланировали, собственно, вливание сюда игроков к нам в Red Dead Online. Таким образом, вот мы сейчас с вами и разберем. 13 июля, об этом уже все знают, в рамках обновления «Кровавые деньги» вы сможете стать частью преступного мира Red Dead Online и доказать всем и каждому, что вы не боитесь грязной работенки на службе у самых известных и влиятельных членов преступного сообщества Сен-Дени. Вот здесь самый важный момент, потому что на GTA Forms и Red Dead люди говорят о том, что это будут как миссии незнакомцев в свободном режиме, вы сможете подойти, взять задания по ограблению, а также будут миссии свободного режима по типу самогонщика, где надо уничтожить конкурирующий самогонный аппарат. Вы все это прекрасно знаете, здесь также вы сможете проходить, но об этом мы прочитаем чуть дальше. В переулках столицы штата Лейман поползли слухи, что Гвида Мартели, правая рука и заместитель печально известного Анжела Бронта, разыскивает метких стрелков с легкой руки и крепким телосложением. Мартели хочет заполучить ценный товар под названием «Банкноты капитала». Вот тут, кстати, интересный момент на Reddit и на Фочане, сидят люди и думают, а что такое капитала и что это за банкноты. Так вот, это будет награда за выполнение разных квестовых заданий, за ограбление в свободном режиме и всякие возможные криминальные действия, вы будете получать эти банкноты. Потом вы их будете менять на ценные награды. Что это за награды, пока неизвестно, вернемся к этому чуть позже. Когда-то они были уникальным средством взаиморасчета щепетильных сделках вдали от всевидящих глаз налоговой службы. Но теперь они расползлись по рукам множества отморозков на территории всех пяти штатов. Об этом я и говорю. То есть ранчо, которое нам говорили, что мы будем грабить и поместья, они будут появляться рандомно, то же самое, как, допустим, конкурирующий товар самогонщика. То есть они уже есть, но вы прошли мимо, увидели, что там можно зайти, зашли, ограбили и получили вот эти вот банкноты. Мартели интересует только результат. Поэтому для доступа в мир цивилизованного криминала от вас потребуется лишь верный пистолет и готовность его использовать. Больше ничего. Да, как разработчики раньше утверждали, нам не нужно будет с вами вкладывать деньги для того, чтобы купить эту роль. А может быть, даже роли и не будет. То есть у нас будет какая-то квестовая цепочка, которая приведет нас к логическому финалу. Допустим, как миссии судного дня в GTA Online, да? Здесь мы также их просто выполнили, заново перезапустили и пошли. Миссии незнакомцев в свободном режиме, которые позволяют нам брать какие-то мини-ограбления. И просто случайные события свободного режима. Мы по всему, по итогу будем получать эти банкноты капитала, менять их на какие-то классные ништячки. И в конечном итоге вот оно все обновление. Звучит, кстати, максимально перспективно, и я в предвкушении 13 июля. Что ж у нас там с вами дальше? Преступление и перспективы. Мартелес снабдил информацией о возможности местоположения капитала самых аморальных наемников в истории Дикого Запада. Встречайтесь с ними, вы получите доступ к новому виду работы и преступлений. То есть это как телеграммы, это как миссии незнакомцев. То есть вы будете встречаться с людьми, получать задания и получать эти банкноты капитала. Но преступления могут быть самыми разными. От нападения на экипажа, то есть мы будем отжимать повозки, ура, легально и официально. До многоэтапных ограблений. Я надеюсь, это будут банки. Если вы вспомните ролик Red Cat Redemption, который рассказал о том, что двери банков распахнулись. Неужели, неужели нам дадут возможность грабить банки? Наконец-то грабить банки, грабить тележки, грабить поезда. Мы так долго ждали, 3 года, 3 года мы ждали, возможно, что-то ограбить. Нам дали отмычки за 95 долларов, но мы не можем их нигде использовать. Наконец-то им будет дана вторая жизнь. Вторая жизнь отмычкам. Хэштег отмычкам жизнь. Совершать преступление можно в одиночку или же в компании целого отряда головорезов. Во время каждой такой вылазки вам придется сохранять бдительность и прочесывать территорию в поисках банкнотов. Капиталы могут лежать в потайных сундуках или же среди останков тех, кто перешел вам дорогу. То есть вы будете снимать их с трубов, либо искать их в сундуках. То есть это как в заданиях коллекционера. То есть это коллекционные предметы, по сути дела, которые будут даваться нам не только за выполнение как награды в виде квестов, но они также будут еще и на карте. Это нам и так понятно. Исследуя прерии в свободном режиме, вы услышите о незапертых поместьях в лагерях без охраны, с которых так и хочется забрать все капиталы. Собрав для этого Гвида Мартелли достаточно капитала, вы получите доступ к перспективам. 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 Эти задания, которые вы получите прямиком от Мартелли, часть его плана подорвать влияние сенатора Леймана, которые осложняют деловые операции Бронта в регионе. К каждому из этих заданий есть несколько подходов. Послушайте разговоры или найдите важные цели, чтобы открыть новые пути прохождения. И тут, кстати, на GTA Форумс нам рассказывают о том, что у нас не будет несколько разных концовок. У нас будет одна концовка. Единственное, что дойти до нее можно будет несколькими способами. Если это способ пройти по стелсу или пройти в открытую, ну мы знаем, как я играю по стелсу, это просто идеально и божественно. Я, скорее всего, выберу этот путь. Но если у нас появятся перспективы, допустим, пройти по стелсу, убив всех налево и направо, либо просто, просто договориться, хотя как можем договориться, если персонажи не мы? Ну, я не знаю. Но нам говорят о том, что будет несколько этапов прохождения, и они будут разными. Можно будет по-разному пройти одну и ту же миссию. Похивчив и доставив в Мартеле каждую из трех драгоценностей Запада, вы сможете ослабить положение Сенатора. Первые из трех перспективных заданий будут доступны 13 июля. Остальные два через некоторое время. То есть нам обновление разбили на несколько этапов. Это то же самое, как вспомните с легендарными преступниками. Каждую неделю или там каждые две недели у нас выходили новые преступники. Здесь, собственно, также нам будут выпускать какие-то дополнительные перспективные задания. Так вот, теперь интересный момент, интересный момент. Бандитский абонемент. Бандитский абонемент больше не будет состоять из 100 уровней. Точнее, он будет состоять из 100 уровней, но он будет поделен на 4 части. То есть у нас будет 4 бандитских абонемента. 4. Каждый бандитский абонемент стоит 25 золота. То есть нам надо будет вложить 100 золота, чтобы пройти полностью бандитский абонемент. И если вы его пройдете, все 4, то вы получите бесплатный бандитский абонемент на Хэллоуин. На Хэллоуинский. Это вообще круто. Но, самый важный момент. 25 золотых вы тратите на 25 уровней и 25 золотых вы получаете обратно. То есть вы вложили 100 золотых, 100 золотых вы вернули обратно. Для чего это сделано? Для чего разбили? Наконец-то разработчики сделали так, как надо было сделать. Почему разбили? Объясняю. Раньше вы собрали коллекции, за один день вы золот сдали все коллекции нафиг. Открыли все 100 уровней в первый же день выхода абонемента. И все. И на последующие 3-4 месяца вы в игру даже не заходите. Это сделано сейчас для того, чтобы подогревать интерес на протяжении месяца у игроков. То есть они в этом месяце получили бандитский абонемент, прокачали его. В следующем месяце получили бандитский абонемент, прокачали его. И так 4 месяца. Смотрите, июль, август, сентябрь, октябрь. Каждый месяц у нас будет добавляться новый бандитский абонемент. Ну, точнее, новые уровни бандитского абонемента. И это просто шикарно. И теперь самый важный момент. Помните на своих стримах, я говорил относительно того, что ребята, мне кажется, что предыдущий бандитский абонемент и вещи добавят в игру. Там 100% появится какой-то человечек, который, возможно, будет даже ими торговать. Или это будет каким-то другим способом. Но вещи нам вернут. И да, по просьбам игроков, некоторые брошюры, прежде всего, только доступны в рамках бандитского абонемента. Например, возможность быстрого перемещения из походного лагеря в продаже у скупщиков. Это появится у скупщиков. Теперь, кстати, вещи из второго бандитского и третьего бандитского абонемента также появятся в игре. И вот этот интересный момент, теперь снова сможете делать модный приговор, точнее, мы сможем делать модный приговор. И вы сможете его повторить, потому что у вас будут вещи из абонемента. Мы делали модный приговор, и люди говорили, ну у нас нет этих вещей, мы не можем сделать этот модный приговор. Мы не можем его повторить. Да, костюм красивый, но мы ничего с этим сделать не можем. И таким образом получается, что сейчас, на данный момент, вы сможете повторить модный приговор. Собственно, трейлер Трейлер Расключается еще заставочкой И ограблением поезда Кстати, вот в этом моменте интересно Вот в этом Видите, они идут То есть наши главные герои Идут и выносят человека Это скорее всего будет задание незнакомца Схватить цель, которую охраняют И потом ее вытащить Почему здесь пожар, видимо, может быть сделано для антуража Или же это какая-то миссия сюжетки Вот, вот про это мы и говорим Банкноты, облигации, которые называют капиталы Они нужны для того, чтобы обмениваться Или покупать, или продавать в обход налоговый То есть изумруды И так далее Обратите внимание Обратите внимание Что вот здесь у нас указан поезд 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 Вот стоит преступник И вот они тормозят поезд И вот уже смена другого кадра Мы находимся в каком-то доме То есть в каком-то доме Мы грабим одновременно То есть видите, здесь находится один человек Вон там находится другой человек И они, собственно, вычищают людей Чтобы потом это ограбить И поезд, 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 поезд Блин, грабим поезд Вот, кстати, тоже момент Обратите внимание Вот, кстати, момент Вот четыре наших человека То есть это мы Четыре человека, которые будут брать задания Это квестовое задание Вы доставите их мне То есть нам будут Это станция Эмиральд Кто не в курсе, это Эмиральд На Эмиральде мы находимся И этот человек дает задание Скорее всего, как и миссии незнакомцев Про которые мы с вами общались Миссия, миссии Вот они, миссии, которые нам будут давать Смотрите, ребята Ограбление дилижанса Вот так же четыре человека Ограбление поезда Ну, тут три там, я думаю, что же Перестрелка будет для самого поезда К сожалению, я не увидел пассажирских поездов К сожалению, я не увидел Я вижу только торговые поезда Вот вот эти вот сундуки Вот эти вот сундуки И вот они, банкноты капитала Вот вот эти сундуки Которые как миссии коллекционеров Мы будем так же брать Вот, вот, вот На каждом поезде будет находиться сундук Который вы обыщите То есть вам, ваша задача Ограбить сундук на поезде И получить вот эти банкноты капитала Которые вы будете обменивать Какой поезд можно ограбить, а какой нет Ну, мы узнаем об этом чуть позже А вот это, кстати, такая интересная Интересненький момент Вот у него в руках банкноты капитала В него прилетает топор Что типа, ну Какой-никакой, но Спортивный интерес друг у друга У нас, надеюсь, это вызовет И тут мы переходим к самой последней Завершающей моей мысли Ребят, ребятушки Важный момент Обратите внимание на то, что Если вы будете собирать эти банкноты капитала Участвовать в скачках Делать свою криминальную Криминальную, именно Криминальную империю То Вы помните Предыдущее Зимнее обновление Которое расширило нам роль Охотника за голобами Добавило 10 уровней И добавило возможность Искать Игроков Живых игроков Которые преступники Мне кажется А теперь уже не кажется Я уверен Что разработчики Вводят мир преступного Для того, чтобы вы могли Начать его изучать А потом игроки Которые все-таки Отыгрывают хорошие роли Которые являются Охотниками за головами Они будут искать Вот этих Игроков Преступников И взаимодействовать С ними То есть у нас Разработчики Делают так Чтобы вы Если вы Хороший человек Или вы Негодяй И подлец И ворюга Вы будете Взаимодействовать Друг с другом Охотники за головами Ищут людей Которые преступники Преступники Соответственно Убегают И занимаются Своими преступными Делами Важный момент Самый важный момент Для того, чтобы Начать это ограбление У вас должен быть Низкий уровень чести А для того, чтобы Его сделать Вам что нужно сделать Спросите меня вы А я вам скажу Убить кучу людей Тем самым За вами будут ограбления Тем самым За вами точнее Будут погони Повышенный уровень За вас Выплаты И другие игроки Смогут Наконец-таки Вас Сохватить Ну на этом У нас все Получилось Очень большое Большой Конечно же Обзор Я очень рад Этому обновлению Все последующие Слухи Интриги Скандалы Все какие-то утечки Датамайны Собственно Сам стрим В день выхода Обновления Все у вас будет Спасибо вам большое Ставьте лайки Ставьте дизлайки Прожимайте колокольчики Мне это важно Мне это нужно Я на заряде Я на позитиве Надеюсь вы тоже С вами была Готика С вами был Сократ До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok